Под занавес этого года компания Джили представила модернизированный кроссовер Тугела. Узнаем, что в нем изменилось. Концептуальный автомобиль остался прежним. Модель легко узнать по купеобразному кузову с покатой крышей и сильным наклоном багажной двери. Китайские дизайнеры переосмыслили рисунок радиаторной решетки, обновили бамперы, а сзади вместо двух патрубков выхлопной системы теперь четыре. Явная претензия на спортивный характер. Цена осталась на прежнем уровне. Тугела в нашей средней комплектации стоит те же 4 миллиона 200 тысяч рублей. А базовую версию предлагают за 4 миллиона. Конкуренты Ченган Юникей, Иксид Ти Экс Эль, Хавал Ф7Х. Кроссовер новый, а интерьер старый. Производитель просто добавил несколько новых опций. Появилась, например, проекция приборов на лобовое стекло. У акустической системы теперь 12 динамиков вместо 8. Звучание стало лучше. В основании центральной консоли уже не один, а два USB-разъема. Что касается простора, то он здесь не рекордный. А багажник относительно размеров машины так и вовсе тесный. Но сделан добротно. Ворсом обтянут не только пол, но и стенки. Дизельного двигателя так и не дождались. Тугела, как и прежде, предлагается исключительно с бензиновым мотором. Как и все современные агрегаты, он снабжен турбонаддувом. При рабочем объеме 2 литра мотор развивает 238 лошадиных сил. Крутящий момент 350 ньютон-метров. Неплохие показатели. В тандеме с двигателем работает восьмиступенчатый автомат. Настроен он, правда, не по спортивному. Паузы и заминки в переключениях случаются довольно часто. Производитель заявляет, что разгон до сотни занимает 6,9 секунды. Но на практике получается как минимум на секунду дольше. Управляемость точная. Тугела не мешает активному вождению. Да и шасси настроено правильно. Автомобиль охотно, если не сказать азартно, пролетает скоростные связки поворотов. Похожие реакции обычно ждешь от легковушки, а не от среднеразмерного кроссовера. Рулиться хорошо. Крены есть, но невеликие. Плавность хода при этом не пострадала. Джилли сдержанно преодолевает неровности самого разного калибра и не докучает тряской. Тем, кто иногда съезжает с асфальта, будет, кстати, клиренс в 204 миллиметра и полный привод. Он идет уже в базовой комплектации. Мне кажется, в Джилли учли недочеты предыдущей версии. Получился добротный кроссовер, которому, правда, все равно есть куда стремиться.